Рождество и Пасха Седьмого января я была в Ашане и в Леруа. Вот сейчас я нахожусь в Леруа. Решила снять обзор, что там есть на данный момент. Ну, конечно, орхидеек много, но в цветовой гамме такого разнообразия, ну, я бы не сказала, что оно есть, это разнообразие, но что-то присутствует. И, кстати, вот обратите внимание вот на эти описания, подсказочки. Мне очень понравилось это у нас с недавнего времени вот такое вот нововведение. Название цветов и какой за ними требуется уход, что им нужно для хорошего роста. Все на этих вот маленьких, ну, они не маленькие, но формата А4 на этих листах написано, описано. Очень приятно это читать. Уже не нужно рыться в телефоне, гуглить растения, смотреть, что ему надо. Можно уже вот взять и прочитать здесь хотя бы основы, основы по выращиванию. А там уже у кого как оно ведет себя, это уже другой момент. Вот даже есть фиалочки появились и здесь, и в Ашане. Ну, вполне неплохие розеточки, но, конечно, им нужен уход. Очень тщательный, потому что здесь эти фиалочки бедные, они вот в этих пакетах уже сколько содержится, им неудобно листья расправлять. Ну, естественно, в домашних условиях это уже будут совсем другие цветы, это будут уже прекрасные цветы. А сейчас пока такое небольшое, немного зрелище такое жалкое, жалкое, не жалкое, даже не знаю, какое слово подобрать. Ну, как вот видишь на улице кошечку, собачечку хочется взять, принести домой, искупать, накормить. Вот так же с этими фиалками. Очень много было бегоний, кстати, вот там дальше покажу. Я там дальше тоже архидеечки покажу. Архидеечки все в основном с прошлого завоза. Есть новые архидеечки стоят, несколько палеток, но цвета там, ну, такие стандартные цвета, я покажу их обязательно. А здесь пока вот герберы, эти герберы уже маленько подуставшие, вот эти вот герберы посвежее. Вот эти вот пальмочки, я постоянно забываю, как они называются, что-то с буквой Х связано, я прошу прощения, за свое хулиганство. Ну, в общем, вот эти вот пальмочки, которые вот слева, рядом с козюмами, они разных размеров были и по разной цене. Были вот совсем маленькие, жиденькие кустики, потом были кустики побольше и прям большенькие кустики были еще. Бамбук, ну, это все еще с того привода стоит бамбук. Вот жасмин появился, еще вот и красненький, он такой пахучий, я даже не знала, что он такой пахучий. Там пахнет только жасмином. Я впервые обратила внимание на этот цветок и на то, как он пахнет. Вот эти камбрии, они тоже с прошлого завоза стоят, очень красивые. И вот я о жасмине. И я до этого, когда вот заходила в парфюмерные магазины, и там были, ну, там везде есть ароматы, во многих магазинах есть ароматы с нотками жасмина, и я все не понимала, да что же они такие какие-то... Одновременно и запах и приятный, и одновременно он какой-то прям аж приторно-вонюченький такой. Оказывается, жасмин на самом деле так пахнет. Вот, я столкнулась с настоящим живым жасмином и убедилась в этом. И теперь уже ароматы, жасминовые ароматы у меня не будут вызывать такие вопросы. Красивые кусты стоят. Вот, вот название, вот это вот я влюруа сейчас снимаю, и влюра очень тяжело, я и прошлый раз, и позапрошлый, ну, влюра очень тяжело с освещением, и у меня телефон вот не хочет фокусировать. И поэтому, ладно, хоть цены видно, ну, это гузмании, вот эти вот желтые, красные, а это уже антуриумы стоят большие. Вот, кстати, вот эта пальмочка вообще большая и дорогая уже. Я как-то хотела рискнуть купить гузманию. Вот эти пальмочки, кстати, вот они среднего размера. Но я так и не купила эту гузманию, она была отсветшая. У нее шел даже новый росточек, но что-то не рискнула. Решила отложить до следующих времен. Много, очень много цветочных семян, вернее, не семян, а вот, вот этих вот. Это, по-моему, эти росточки, как они называются, черенки, не черенки, забыла слово. Ну, в общем, веточки уже укорененные. Вот архибеечки, это совершенно прекрасные бегонии, под бегониями. Вот, кстати, бегонии сейчас я покажу. Здесь мне очень понравилось. Вот розовая бегония на дальнем плане. Сейчас я перейду на ту сторону. И вот, вот прям, вот рядом с желтенькой, с правой стороны вот розовенькая, вот эта вот светло-розовая. Прям розочка, натуральная розочка. Вот здесь вот архибеечки, вот эти вот палетки, вот эти палеточки новые. И рядом еще стоит стеллаж, и там тоже архибеечки новые. А так, все остальные архибеечки, они все со старого завоза. Вот с левой стороны, вот кирпичного цвета, вот этот вот фаленоксис, очень красивого оттенка. Мне одна из реанимашек, без корней, вот, должна быть такого цвета. Если это не та реанимашка, которая у меня пропала, то одна из них должна быть такого цвета, вроде как. Пара мельтоний стояли, совсем в плохом состоянии сами цветы. Вот там дальше я сейчас покажу. В кое-то веке завезли дендрофаленопсисы. Их было всего два. Один бело-фиолетовый, очень красивый, а другой салатовый, с красноватой губой. И салатовый, я их сейчас поближе покажу. Салатовый сейчас у меня дома, его сегодня заберут, за ним приедет хозяйка. Вот эта миничка мне очень понравилась. Ну, нет места, совершенно нет места. Кстати, корневая у него неплохая, у этого фаленоксиса. Ну, в принципе, корневая у многих была в неплохом состоянии. Вот этот маленький мини понравился. Вот, вот дендрофаленопсис. Его в этот же день забрали. А вот этот вот салатовый, вот именно он сейчас дома у меня. Я его взяла для девушки. Вот эти камбрии, они совсем невысокие были. Но это уже, видимо, я так полагаю, это анцилиумы. Хотя, конечно, я могу ошибаться, но мне кажется, эти вот желтенькие анцилиумы. А вот это впереди камбрия, это уже что-то другой, какой-то подвид. Вот этот вот темный фаленоксис рядом с белым, с левой стороны, он прям восковой. Я покажу их поближе. Вот как ни старалась, я убирала и клеенку тоже убирала. Думала, может, получше, может, телефон может все-таки сфокусируется. Но нет, не сработало. Вот такой вот, вот как вот этот вот. Вот они два рядом стоят. Вот этот вот я вам показываю. А с левой стороны от него точно с такой же расцветкой стоит мини. Маленький фаленоксис. И они прям, прям восковые цветочки, прям трогаешь. Они такие крепенькие, прям, как из полимерной глины. Вот этот стенд, кстати, стенд, говорю все, вот этот стеллаж с этими орхидеями, они все вот такие вот залитые. Пока что, пока они новенькие, это все нормально, но вот постоят немножко и будут их, если их будут так дальше заливать, то, конечно, все корешки сгниют. Вот, мне интересно, вот этот желтенький цвет у него тоже выцветает? Или мне это кажется? Ну, даже если желтенький выцветит, вот этот вот, вот эти бордовые пятна, они настолько яркие. Они прям по площади, вот, по площади цветка, они прям, как бы, сверху прям аж выступают, как родимые пятна, вот эти вот. Этот окрас. Вот он такой, вот он маленький. Маленький, крошечный. Ну, не такой же крошечный, но маленький. Он даже, кстати, у него вот, расцветка повеселее будет. Вот эта вот мультифлорочка мне понравилась. Вообще, люблю я мультифлоры, пусть у них даже цветы помельче, но мне нравится такой размер цветка, да и любой размер цветка. И этот полосатик очень симпатичный. Очень красивый. Ну, в принципе, если бы у меня было место, конечно, конечно, я бы что-нибудь взяла. Я зеленый дендрофаленопсис, я после Леруа пошла в Ашан. Что стоит в Ашане, я вам тоже покажу. Но вот за дендрофаленопсисом я вернулась обратно. Это, получается, где-то час я ходила по Ашану. И вот пока я вернулась за зелененьким дендрофаленопсисом, бело-фиолетового уже не было. Стоял один зеленый, и все. Я так думаю, если бы я пришла чуть-чуть попозже, скорее всего, его тоже там не было бы. Это огромные фикусы Бенджамина стоят. Очень много виол, питоний. Я купила, кстати, купила семена, но так и не посадила. Что-то, не знаю. Я до этого никогда не сажала такие вот цветы на балкон, вот так вот специально, чтобы сама посадила, и потом пикировала, и потом рассаживала еще. Такого еще не было. И на этот раз я тоже что-то не собралась. Семена так и лежат у меня. Не знаю, сейчас уже поздно сажать или не поздно, когда они успеют засвистеть хоть. Вот эти примулы, но они прям, что-то такая веселая полянка. Чудо, чудо какое. Какие-то игрушечные, какие-то прям сказочные расцветки у них. Просто обалденные. А вот это, там надпись стоит, какие-то пряные травы. То есть они как-то должны пахнуть. Вот такие вот цветочки. Я не поняла, это гвоздички или не гвоздички. Потому что там дальше стоят и гвоздички. А это, наверное, не гвоздики. Нет, или это тоже гвоздика. Ну, в общем, я не разобралась, что вот это за цветы. А вот это уже гвоздички стоят. А те по лицу тоже похожи на гвоздики. Ну, не знаю, не знаю. Да, это гвоздика. А может и не гвоздика. Ну-ка. Название. Нет, не посмотрела. Нет, они стоят рядом с гвоздиками. Ну, ладно. Неважно. Фуксии. Вот впервые увидела фуксии у нас. Потому что до этого я не замечала, чтобы в люра были фуксии. Кстати, смотрите, сколько цветов. Сколько. Обалдеть. Полно цветов. Просто полно. Вот куда все это денется, непонятно. То ли на выброс, то ли на возврат какой-то непонятный. Ну, непонятно, куда все это. Пеларгонии просто шикарные. С каждым годом, вот я хочу заметить, с каждым разом пеларгонии все шикарнее и шикарнее. Ну, селекционеры, конечно, стараются. Стараются на славу. Прям вот два куста, и оба они разные. То, что слева он, на нем больше темного пигмента, и он больше в малиновый цвет уходит. Хотя здесь на камеру не очень-то видно. А то, что справа был, он больше такой вот лиловый, фиолетовый, вот какой-то вот, вот в эту гамму. И здесь вот тоже стоят, по-моему, гвоздички, если я не ошибаюсь. Да, это гвоздики. Угу. Вот эти цветы, как же они называются? Интересно, сейчас покажу название. Он не фокусирует. Нет, не могу вспомнить название, к сожалению. Но очень красивые цветы, очень. Там дальше сейчас будут розочки, лилии. И я дальше уже переключусь на видео из Ашана. Там, в принципе, тоже есть на что посмотреть. Замечательные лилии, очень красивые. Розочки и побольше, и поменьше размером. Цена разная. Замечательные лилии. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok